Доброе утро, с вами брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Олег Крот. Представляю вашему вниманию. Брифинг ставки сделан. Ну что, словесными интервенциями удалось не развернуть даже наш российский рынок наверх, начинаю ощущать себя драги. То есть не только драги может словесными интервенциями двигать рынок, но и мы тоже это умеем делать. Это приятно. Что будет дальше? Но дальше по моему основному сценарию рынок будет двигаться наверх с откатами. То есть в принципе любую коррекцию более-менее интересную в ближайшие три недели можно использовать для наращивания позиции. Почему это будет происходить я уже не раз говорил. Основная идея это американские выборы. У Обамы сейчас явно нет никакого конфликта с банками, поэтому вставлять палки в колеса там никто не будет. И соответственно все будут действовать на то, чтобы Обам переизбрался. Поэтому мы сейчас уже видим какая выходит статистика. Все это подтверждает эту идею. Ну и понятно, что маловероятно, что дальше эта идея вдруг перестанет работать, если она сейчас уже работает. Поэтому в целом считаю, что даже наш слабый рынок как-то подтянется за американским. Ну давайте перейдем на графики. Посмотрим, что там происходит. Начнем как всегда с S&P, который вышел к нашей краткосрочной цели, о которой пару дней назад говорили. Вот эта цель в этой зоне. В принципе здесь позиции спекулятивные, которые открывались с этих уровней, с целью в этой зоне можно фиксировать. Что касается долгосрочных позиций, то их надо удерживать. Какой дальше сценарий развития событий здесь я вижу? Ну сценарий как всегда два. И заканчиваются оба сценария в итоге по том ростам. Но рост может происходить в виде двух сценариев. Первый это мы сходу сейчас пробиваем вот эти максимумы. То есть 1465 ненамного сильнее уходим вот в эту зону. И потом разворачиваемся вниз и здесь начинаем пилить коридор делать. Какой-то краткосрочный. Вот это классический сценарий, как S&P проходит вот такие вершины. После этого происходит уже реальное прохождение этих уровней и выход в район 1490. Вот это основной сценарий, который сейчас может быть. Но есть и не основной сценарий. Это то, что мы запилим на этих уровнях перед вот этой зоной сопротивления. Может даже немножко вниз откатимся. И потом уже сходу пробьем эти уровни уже без каких-то откатов вниз. Поэтому в любом случае здесь коллективную позицию можно закрыть. Посмотреть, какой из этих сценариев будет работать. Ну и снова переоткрыть эту позицию после того, как либо мы пробьем и откатим, либо мы здесь запилим. И в этом запиле можно сигнал на вход найти будет. То есть вот такая схема работы по S&P в ближайшее время. Так, нефть. Вот по нефти говорил я о том, что при откате опять к этим уровням надо осуществлять покупки. В принципе, вот вчера была такая ситуация. Если вы купили, соответственно, надо позицию лонгово удерживать. Ну, представляете, опять вот здесь, в этой зоне, то есть здесь где-то прибыль порядка полутора долларов может быть. Стопы ниже уровня 112. То есть если пойдем пробивать 112, то позицию от 113 надо будет закрывать. По золоту ничего же говорить, наверное, не буду. Все уже много раз говорили. Евро. Евро, в принципе, пока выглядит довольно-таки сильно. Сегодня-завтра будет саммит Евросоюза. На самом деле, каких серьезных там решений никто не ждет. Промежуточный саммит. Более серьезные решения могут быть приняты на саммите 14 декабря. 13-14. Единственная там интрига, обратиться ли Испания за полу. С помощью именно в период саммита. Ну, тоже, если она даже не обратится, ну, в ноябре это произойдет. На самом деле, здесь дело срока. Просто если это произойдет сейчас, то будет резкий вынос наверх. Если нет, то сильного падения не будет, я думаю, потому что все будут понимать, что в ноябре это все равно произойдет. Поэтому, каких-то серьезных решений здесь не ждем. Но сегодня будет размещение трежерис. Здесь возможен краткосрочный откат по евро. В принципе, здесь при подходе к уровню 1.30, вот в эту зону, можно делать покупки. Так, ну и наш рынок. По нашему рынку, как вы видите, все очень красиво произошло. В принципе, вот на этом баре уже стало ясно, что откатываний не будет. Уровень прошли, прошли на хороших объемах. Вот, и наши позиции, которые мы частично открывали, они в безопасности. Вот, что касается новых позиций, тоже мы вчера добавлялись. Я сейчас расскажу, где, ну как и планировали. Тоже я об этом говорил. Что жду дальше. Думаю, что будет движение наверх. Но движение наверх не будет таким резким, как вот были вот эти моменты. Движение будет, конечно, участок резкий, но в целом движение наверх сейчас будет с откатами. Почему? Потому что здесь мы видели ситуацию, что основное движение состоялось в период объявления о программе QE3. Программу эту особенно никто не ждал о том, что объявят именно в сентябре. Поэтому вынесли шарты. Ну и понятно, что движение было очень резким. Сейчас каких-то таких событий, которые никто не ждет, они могут произойти. Ну, конечно, всегда такое бывает, но такого серьезного события, как запуск QE, сейчас нет. Поэтому рынок будет карабкаться наверх с откатами, сформирует восходящий тренд. Ну и в рамках этого тренда надо будет на откатах добавлять позиции, увеличивать портфель. Краткосрочная цель движения вот в этой зоне находится. Но если наш рынок проявил силу, что тоже может быть, хотя в последнее время, конечно, в это верится с трудом. Вот это уровень 1590, то есть окончательная цель здесь. Здесь тоже надо смотреть по времени. То есть, если к началу ноября мы к этим уровням не будем приближаться, в начале ноября, то уже потом, после американских выборов, больше вероятности уже будет снижение, чем какого-то серьезного роста. Поэтому сюда мы должны выйти либо в начале ноября, ну либо эта цель будет не достигнута. Где-то вот здесь мы притормозимся, остановимся. Вот такая схема. Ну и что касается акции. Газпром пробил свой уровень сопротивления, вышел в эту зону. В принципе, вот когда происходит такое пробитие на огромном объеме, и следующий бар, не бар залива, а бар, в принципе, продолжения тенденции, то это говорит об искренности пробития. Поэтому в такой ситуации на любом откате, попытке отката к уровню пробитому, надо открывать позиции. Поэтому, в принципе, здесь уже что-то можно было делать. Что касается дальнейшего движения по Газпрому, еще раз скажу, что считаю, что поползем мы наверх. Но в целом цель по Газпрому где-то вот в этой зоне находится. Движение будет с откатами. У каждого уровня, в данном случае сейчас это 158. Дальше будет 161. Мы будем останавливаться, пытаться откатиться. Ну и, соответственно, при тестировании пробитых уровней сверху, можно наращивать позицию с целью в районе 168-169. Сбер тоже пробил свой коридор, который весь октябрь рисовал. Тоже здесь после пробития была попытка его протестировать. Вот здесь это наглядно видно. В целом, считаю, что движение наверх сохранится, но тоже с откатами. На откатах можно позицию увеличивать. Цель движения... Об этой цели мы говорили еще давно, что в случае разворота наверх, движение Сбера пойдет вот опять к уровню 97. Вот. Так что вот такая цель по Сберу. Так. Норникель. Ну, в Норникеле складывается пока не все так идеально, как у других акций. Ну, в целом, за счет чего? За счет того, что, когда другие шли вниз, здесь он эти уровни удержал, потом тоже на опережение вышел вперед, и поэтому, когда другие акции стали подтягиваться, Норникель просто здесь приостановился у уровня сопротивления. Но сейчас этот уровень пройден наверх. В принципе, здесь можем какое-то время попилить, но позиции, соответственно, открытые надо удерживать. Если на этом уровне будут появляться вот такие красивые бары на увеличенном объеме наверх с этого уровня, то здесь можно открывать новые позиции. Так вот такая схема по Норникелю. Лукоил тоже прошел свой уровень сопротивления, который формировал в октябре. Лукоилу позиции стоит открывать с уровня 1960, ну, или смотреть, куда выйдем выше, там на откатах что-то делать. Прямо сейчас Лукоилу бы я не стал открывать. Так что такая схема. Роснефть тоже проходит с уровнем сопротивления, 213, но с Роснефтью на фоне информации по объединению, по покупке ТНК, ситуация складывается такая неоднозначная. И рейтинговые агентства уже говорят о том, что рейтинг может быть понижен, и, соответственно, сделка там завышена. В общем, негативная информация идет. В то же время акция на это особенно не реагирует. По технике здесь классическое пробитие уровня 213-214. То есть здесь можно тоже открывать лонговые позиции. Стопы довольно-таки есть большие, ниже уровня 210, надо стопы выставлять. И быть готовым к тому, что в любой момент может появиться такая негативная информация, которая движение развернет, и стопы выбьют. То есть здесь не все так просто сейчас. Но с точки зрения техники, движение к уровню 225 вполне реальное. То есть вот такое движение здесь вполне реальное. Получается, что стоп у вас будет где-то 5 рублей, цель порядка 10 рублей. То есть это техка. Ну и по ВТБ фаворит, о котором я говорил, считаю, что по нему движение будет наиболее сильным из всех акций. Причину тоже я не раз называл. Цель движения первая, цель это 5.8, следующая там в районе 6 копеек. То есть примерно вот такие цели движения. При пробитии 5.5 говорили о том, что позиции открытые с этих уровней будем увеличивать. Поэтому это мы и делали. Что дальше? Дальше позиции надо удерживать. Цель я уже обозначил. Стопы изначально были ниже 5 копеек. Сейчас стопы можно передвинуть под эти уровни ниже 5.35. Вот такая схема с ВТБ. Так, ну и фьючерс РТС. По фьючерсу РТС тоже все неплохо складывается. Цель движения этого в районе 160 находится, по моему мнению. Другое дело, что движение не будет таким, как это было в сентябре. Таким резким, я считаю. Почему это будет происходить, я уже сказал. Слишком много здесь было шартов, и люди, трейдеры не ожидали запуска программы КВИ-3. Поэтому за счет выноса шартов такое резкое движение. Сейчас движение будет идти с откатами. Тоже у каждого уровня будем останавливаться. Здесь яркий наглядный пример, уровень 151.5. Причем самое интересное, что остановка произошла в тот момент, когда СНП пробивал локальные хаи. У нас просто перестали покупать. Ну и соответственно дали людям, верящим в откат от уровней, привыкшим шартить от любого уровня, открыть шарты. Кто-то здесь ланги свои прикрыл, у кого там были. То есть за все время вот этот диапазон торговли трейдеры привыкли на каждом уровне фиксировать прибыль, если она есть. Ну и соответственно открывать обратную позицию. Что здесь и произошло. Ну а сейчас уровень пытаются пробить, но тоже не факт, что мы пробьем с первого раза. Дальше, если уровень пробивается, то есть выходим мы в зону 154, вот куда-то сюда, то легко можем увидеть откат опять к уровню 152. Поэтому считаю, что тренд будет идти вот так вот зигзагообразным движением к уровню 160. Поэтому ланговые позиции, если открывали с этих уровней при 149 прохождениях, надо удерживать. Стоп ниже 148. Ну и соответственно, при каждом пробое нового уровня отката к нему увеличивать позицию. Пока не дойдем до 160. Ну и соответственно, этот сценарий отменяется. Если мы будем проходить 148 вниз, там уже опять будет сценарий бокового тренда. Вот пока сценарий не рассматриваем. Так, по второму эшелону были вопросы по определенным акцам. По МОСЭНЕРГО меня просили прокомментировать ситуацию. Вчера МОСЭНЕРГО был на уровне 1.37, когда были эти вопросы. С точки зрения техники, я сказал, что выйдем как минимум к уровню 1.50. Если успеем это сделать в ближайшую неделю, то вполне реально, что протестируем вот эту зону уровень 1.65. Сюда выйдем. Почему? С точки зрения техники пробили наклонный тренд, протестировали тренд горизонтальный. Потом вот по стахастику, я хотя редко смотрю на индикаторы, но бывают красивые картинки, когда появляется выход медленной линии выше 50, потом быстрое заходит чуть ниже нее. Здесь очень часто появляются модели на продолжение тенденции. Причем модели с сильным движением. Так что вот такая схема по МОСЭНЕРГО. В принципе, так, да, по МОСЭНЕРГО сказал. По НЛМК тоже были вопросы. Сейчас открою график. По НЛМК тоже здесь пока все складывается хорошо для дальнейшего роста. Тоже схема здесь какая. Пробит уровень, оттестирован. В принципе, на недельных данных все очень красиво. По часовым данным тоже говорили мы последний раз о чем? О том, что если вот эту зону 62,5 пройдем наверх и оттестируем, то надо делать покупки. Вот. Как раз такая схема произошла. Ну и, соответственно, поползет НЛМК наверх за рынком. Какие цели? Ну, довольно-таки серьезный уровень 65,5. Дальше посмотрим. Так, вопросы еще задали сейчас все. Олег, выложите, пожалуйста, сегодняшний брифинг на YouTube. Ну, на самом деле, мы каждый брифинг на YouTube выкладываем. Все наши брифинги там уже за период больше года. начали мы проводить свои наши брифинги в сентябре 2011-го. И все брифинги там есть. Так что можете смотреть. Все у нас выложено. По рублю-доллару картинку сейчас покажу тоже. Так, рубль. Ну, тоже здесь ничего не изменилось. Ожидают дальнейшего укрепления рубля. Тем более, сейчас приближается налоговый период. С учетом этого, понятно, что шансов у доллара не так много. рубля. Поэтому, в данном случае, думаю, что рубль будет укрепляться. Сейчас последняя преграда это уровень, где мы сейчас находимся. Вот. Ну, дальше вполне реально пройти к 30 с половином. К этой зоне. Так что до начала ноября ожидают здесь укрепления, но с откатами. Вот очередной откат мы здесь видели. Откат этот не вышел даже выше уровня 31.10. Какой-то разворот наверх реально может произойти, но это я вчера говорил, если будем проходить наверх вот зону 31.250. А так просто вот будет такое снижение с формированием фракталов. снижение доллара. Так. Ну вот все вроде рассказал. Спасибо за внимание. До свидания. Удачных трейдов. До завтра.